МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как говорится, по времени и по погоде. Правила поведения в Буран и мороз издал ДЧС Караганды. Памятку, которая сейчас пригодится не только карагандинцам, но и жителям северных регионов страны, публикует Касправда. Так, при сильном морозе и метеле не стоит выезжать за пределы населенных пунктов. Также спасатели просят быть бдительными, следить за информацией об изменении погодных условий при выходе из дома, посмотреть на термометр и понаблюдать за окружающей природой. К тому же спасатели уверены, от переохлаждения в непогоду спасет лишний слой одежды. Особое внимание в списке мер безопасности уделено возможному переохлаждению нижних конечностей у шеи, носа, пальцев рук. И если все-таки Буран застиг человека в пути на трассе, покидать автомобиль категорически запрещено. Также расположить советуют машину капотом против ветра и делать паузы в работе двигателя, чтобы экономить топливо. В Западно-Казахстанской области пациентов незаконно лечили от алкоголизма и наркомании, сообщает Бенюзский ЗЭД. Областное наркологическое специализированное лечебно-профилактическое учреждение принимало и лечило стационарно 28 человек. В течение двух лет палаты пациентов заселяли насильно. Без решения суда, как это требует отечественное законодательство. Еще 29 человек числились на лечение эффективно. По чьей инициативе людей упрятали в наркологический центр, сейчас выясняет следствие. Директор уже лечебного учреждения, действия которого, по мнению членов дисциплинарного совета, способствуют коррупции, вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии. Квази-государственный сектор не дает развиваться частникам и в целом тормозит рост экономики страны. Такое мнение выразили эксперты, участвующие в форуме «Эксперт-200», пишет газета «Мегаполис». Специалисты в области экономики попросили руководителей госкомпаний быть менее активными в плане повышения зарплат работникам, участия в различных конкурсах и тендерах. По мнению председателя совета директоров «Централ Кэпитал» Ельдара Абдразакова, бизнесу сейчас с зарплатами квази-государственного сектора тягаться нереально. Вот и уходят лучшие кадры в госкомпании. Чтобы как-то выровнять ситуацию, участники форума предложили снизить зарплату в квази-государственном секторе до средней по стране плюс 15%. О том, что госкомпании мешают частному бизнесу, но несколько иначе, считает и вице-министр финансов Руслан Доленов. Дело в том, что квази-государственные предприятия получают госзаказы, госзадания, перекрывая частному бизнесу доступ к бюджетным средствам. Продолжение следует...